привет друзья привет из мексики привет из канкун выложил первое видео youtube и сразу же прилетели вопросы комментария по поводу езда как сейчас ехать мексику есть у меня лайфхаки по этому поводу потому что мы заполнили электронную декларацию электронную визу для въезда плюс у нас была шенгенская виза мульти которая я делаю каждые три года плюс у нас была польская рабочая виза от нашей польской компании и все это я показал конечно же пограничник девушка мексиканская долго не понимала как меня впускать мексику по туристической мульти по польской рабочие или по электронной визе для россиян в итоге она меня пустила и я у нее спросил в чем разница между визами для въезда в мексику и она мне сказала что самое лучшее для въезда друзья это польская рабочая виза вообще любая рабочая виза категории d по ней доверие уровень доверия намного выше на втором месте стоит туристическая виза мульти и на третьем месте декларация который россиян очень часто разворачивают и они летят туда 11 часов и обратно 12 часов так что друзья пользуйтесь проверенной информации сам держал вот сам все знаю сам все проверяю оставайтесь с нами приезжайте в мексику погода здесь классно кстати еще такой момент что тут с сим-картами эти эти не могу найти хотя говорят что в меге есть есть вот мега но я был в волмарте ну там нет там нет эти эти купил в оксе какой-то сим-карту 2 гигабайта плюс соцсети плюс youtube бесплатно за 150 с а это 8 долларов но это мало 2 гигабайта это мало раньше мы покупали за пятьсот пятнадцать двадцать гигабайт в общем будем искать еще одна закономерность если хотите приехать в мексику то лучше это делать после нового года потому что сейчас цены на все стали просто безумно дорогими космическими дороже чем в америке еще до посмотрел люди сюда в мексику летят либо очень дорогие отели за 700 тысяч рублей 10 дней и выше либо просто приезжают обычные люди потому что из нью-йорка например до канкун билет стоит 100 долларов из флориды из майами до канкун билет стоит 80 долларов за 80 долларов прилететь сюда и жить какой-нибудь комнате за 100 долларов ночь это нормально а для нас это ненормально для нас как людей которые приехали 11 12 часов за 500 600 долларов в одну сторону на человека платить 100 долларов за жилье конечно дороговато причем я думаю что и в тихуана сейчас такие же цены что если вы запланировали ехать в мексику делайте это только после нового года только после 10 января мексики повсеместно используется строительная техника американская причем такая древняя форды пикапчики грузовые бетономешалки объемные краны вот например впереди ей мешалка цемента сейчас посмотрим что за модель ну куда-то вот влез передо мной так вот машина уехала я не увидел здесь вот 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 вот